добрый день уважаемые зрители добро пожаловать в европа универсалис 4 за священную российскую империю так ну что мы продолжаем нашу ворую войну с карака юнлу все-таки нагнали здесь мою маленькую армию им это не поможет так это у меня транспортные флоты защита балтийское море ты защищаешь крым и защищаешь здесь как называется гирин вот мы здесь зарабатываем на этом 644 которые мы передаем сюда отсюда туда сюда сюда и здесь мы их собираем отсюда уходят 14 монет а если мы сюда посадим купца мы сможем сократить количество переправляемых монет да он наверно увеличит нашу долю купца 10 процентов много всяких бонусов люббек смотри что с ними можно сделать бахмани мы проиграли а ну это вот маленькая армия окей а куда теперь его армии идут шумские сепаратисты голландия династический брак и мария мария нет а голландия то что он здесь разделяет своей армия меня очень даже устраивает торговая лига распущена окей он сам себя загнал в угол здесь молодец объединить сюда ну а ты стой на месте ок так здесь мы движемся хорошо здесь мы выиграли сражение сражение попробуем поймать вот эту армию он идет сюда окей купирована россии так хорошо выиграли сражение где-то здесь мы выиграли сражение окей у него одна армия куда-то сюда ушла я возьму у тебя один форт ты согласишься на статус-кво интересно проверим даже сил не хватает чтобы этот форт атаковать а чё у нас так низко боевой дух изначальный был потому что эти придурки блин сейчас если мы проиграем эту войну это только из-за союзников бесполезных не войну вернее а сражение надо выходить из этого сражения блин полезные союзники а да что и выйти не могу что ли туда не туда оу вау ну ладно мы потеряли столько людей и столько блин и марка только из-за того что эти союзники блин преимущество скутагиа пока наши разоренные войной земли медленно восстанавливаются мы могли заметить в глазах посла присланного одним из наших вассалов страх и облегчение облегчение что это напасть не случилось на их землю и страх от того что война может прийти к ним они предложили интересный договор золото в обмен на мир сказал их посол наша страна увеличит свои выплаты вам но взамен мы не будем принимать участие в войнах способных разорить нашу землю скажите им мы согласны мнение державы майнс и державы россии изменилось на плюс 25 потому что они уже скутаги окей почему я тогда передумал их это самое включать в себя забирать их земли интегрировать не помню почему помню что был такой момент но почему не помню изменение мнения других членов с 3 минус 25 минус 25 офигеть а второй у меня мюнхен мюнхен где это здесь должен быть у меня сюда добираться будет неудобно если что окей ладно тогда пока не торопимся здесь все ок здесь пока что тоже тут тоже без сюрпризов то есть вот это вот блин сражение конечно очень неудачное получилось и возьми этот порт династический брак на сау нет мы что-то оккупировали ок ты стой здесь не здесь снимают осаду теперь ммннннннннннннннн ммнннннннннннннннннатс» Сепаратисты оккупировали. Бахмани. Так, ты. Иду сюда, ты. Уже идешь туда, окей. Ингольштадт, нет. Вы освободились. Вперед. Кассус Белли против Австрии истекает. Ну, это мы еще посмотрим. И? У меня два свободных дипломата. То есть одного можно куда-нибудь отправить. Разорвите вы свои союзы. Только с Испании. А с Бургундией у тебя, по-моему, еще был. А, я в разсоюзе с Бургундией. Давайте хоть денег с них возьмем. Уже неплохо. Так, ну и отправим очередного дипломата по союзникам пройтись. Ты идешь, окей. Испанский шпион попался. Все ваши деньги. Надо взять второй форт. Миминген покидает коалицию. Хорошо. Цели покидает коалицию. Так, это сражение мы выиграли. Нюрнберг покидает коалицию. Осада завершена. И мы оккупировали здесь. Бахмани. Нет. Где у тебя столица? Бидар. Колониализм, колониализм. Выиграли сражение. Каракаюнлу мирное соглашение. Нет. Ваше соглашение меня точно не интересует. Ааа, повстанцы еще тут. Я выиграл тут какое-то сражение? Окей. Они взяли крепость у меня. Плохо. Обратили еретиков. Оккупировали. 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 Самоги. Самоги. Так. Нет. Они сюда отступают. Интересно. Часть этой армии. Очень хорошо. Стэк вайп. Династический брак цели. Есть. Оккупирование Бахмани. Окей. Все. Готово. Приложить мир. Все деньги. Выплаты, контрибуции. Торговое влияние. Откравить столицу. Да нет. Это мне не нужно. Откравить. Отлично. Еще одного из союзника я вывел из войны. Так. Деньги. На кредит мне пока не хватит. Наверное, да? 1700. Окей. По агонию обратили. Китао. Бриз. Они хотели Табрис у меня за счет забрать. Нехорошие. Так. Бахмани. Бидар. Взяли столицу. Дипломат. А сколько у них максимум? 2 960. Я думаю, что это меня вполне устроит. Чистить. А вот правильно. У тебя нет с ними союза. У тебя с ними этот самый. Ты защитник веры. Тогда деньги. Чтоб я могу у них земли потребовать. Другой стороны земли я буду брать у тех ребят. Все. Нет. Бабки. Только бабки. Кредит выплатить. Это армия. Это сейчас все спадет. Сейчас у меня дипломат вернется. Все. И мы можем здесь заключать мир. А так. Что там было? Пум-пум-пум. Олту. По-моему, боязит, да? Да, боязит. Пум-пум. Ой, нет. Нет. Сюда. Пум-пум-пум. Вот так вот. Да. И все, что здесь внутри. 100,6%. 99,9%. Я не доверяю этим. 99,9%. 93,1%. Плюс бабки. Блин. Олтука. Боязит. Ириван. Так, 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 так. Так, так. Когда у меня здесь будет выход сюда? Чуть меньше территорий я здесь возьму. Но мне все равно придется вторую войну за это воевать. Так что не так страшно. 97,9%. И в следующий раз я заберу вот эти провинции. Зато так у меня здесь будет проход. Окей. И бабки. Отсанализировать. О, выполнен. Марш на Кавказ. Мне не нужно было все. Мне нужно было всего 15. Сейчас 22. Хорошо, блин, что 15. А если бы я остановился на 14? Было бы очень обидно. Окей. Надо читать внимательнее. Вы выполнили задание. Марш на Кавказ. Что даст вам следующее? Если мы завершим эту миссию, завоевав 15 провинций. Если мы выполним с ними. Регион Кавказ, который выполняет. Который условно произведет следующие фрикты. А, союзника в регионе Кавказ. Нет. Мы завоевали. Держава получит претензии. Число административных очков увеличится на 150. Найс. А если бы мы с нас союзник. Дипломатические отношения. Плюс один. Ну, в принципе, тоже неплохо. Но... Нет. Каждая провинция регионика Кавказ. Ближет Россия. Его подданные и его союзники получают следующие эффекты. 25 лет будет действовать модификатор усиленная защита. Защита крепости. Местный размер карнизона. Местное содержание. Вот это вот относится только ко второму. Варианту или к обоим. И следующее. За Каспийским морем. Часть провинций, принадлежащих вам или вашим субъектам, сейчас три в которых является частью торгового узла Персия. Одно из следующих. Есть провинция с устьем реки. По крайней мере, один торговый центр первого уровня. Любое христианство союзник со столицей в регионе Кавказ владеет или имеет объекта владеть как минимум 20 провинций в регионе Персия. А, это либо-либо. То есть нам нужно 6, у меня есть 3. То есть одно вот из подсвеченных... Три из подсвеченных нам надо еще завоевать. Окей. Так, Финляндия и Литва у нас еще остались. Тут у нас Перемирие. Сколько у нас, кстати, этого Перемирия осталось? Год. Как раз мне хватит, чтобы армии вернуть на место. У меня есть Касус Белли. Он истекает или нет? Или он постоянный? Польша. Хороший вопрос. Буду я опять с Бахмани подписывать союз или нет? Или он далеко и мне не особо-то и помогают. Так что не знаю. С Англией. Теоретически мы можем с ними союз заключить. Но я говорю, он очень быстро распадется. Блин, Испания и Великобритания в союзе. Конечно, это прям нехорошо. Но мурики не хотят союз. Окей, ладно. Давайте наш армию вернем на место. Ты здесь занимался, да? В сторону Швеции, то бишь Финляндии. В сторону Швеции, то бишь Финляндии. Где еще армия? Так. Давай заканчиваем это сражение. И звездой в Стокгольм. Союз от Марея. Где-то они здесь были. Вот они. Ну вот толк у меня от вашего союза. Нафиг вы мне нужны. Центры торговли. Да, нам нужно торговлю поднимать. Рига. Кёнигсберг. Он не переименовался в Калининград. Расширить организацию. Ой. Расширить инфраструктуру, а не организацию. Может повисеть ситуацию на дорогой, только если он находится во владении или принадлежит торговой компании. Невозможно снизиться. А, здесь нет владения. Ок. Ок. Теперь есть. Так, это теперь все второй уровень. Вот здесь еще можно повысить. Но это тоже надо сделать владение сначала. Есть. Стокгольм. Тоже надо сделать владение. 900 монет. У него прокачать до третьего уровня. Ок. Зарабатываем 80 монет здесь. Так. Ты... Китай идешь. Еще армия надо будет его пополнить, потому что мы потеряли маленькие кусочки этих армий. 59. Непопулярный математик. Как и многие правители нашего времени, Иван... А, кстати. Кстати, кстати, кстати. Сейчас мы это событие сделаем. И потом нужно отречься. И отречение возраст вашего правителя должен уравняться 60 годам, или он должен править более 20 лет. Правит с 607 года. Как и многие правители нашего времени, Иван V желает окружить себя величайшими умами, которые могут обсуждать секреты мироздания. Умами, что являются великим... Что являют великую мудрость и умеют спорить или теми, кто более склонен к экспериментам и математическим расчетам. Из-за этого среди них ныне царит некоторое соперничество. Ведь благосклонность, которую окажет император, будет отличной наградой для любого мыслителя, ученого или изобретателя. Один из таких образованных глупцов недавно выставил себя в крайне дурном свете. Марк Де Толли отлично разбирается в математике, но совершенно не умеет разговаривать с людьми. Из-за чего некоторые утверждают, что от потакания ему страдает репутация всего двора. Пусть говорят, инновационность увеличится на 1.5, престиж уменьшится на 20. Он смущает нас. Престиж увеличится на 10, легитимность на 5. Давайте первую. Сус Беллистер, так, стран Саксанией. Но они все равно в САИ в этом коалиции. На Литву пока мы не можем. Испания там мешается. Польша в коалиции. С Литвы можно заключить союз. Быверный брак. О. Семь, девять. Сто и две десятых. Сто и две десятых. Армии пришли. Нет еще на места свои. Нет. Ересть в области Ака. Наш вновь назначенный митрополит в области Ака рассказал ужасающую местную ересь. Он утверждает, что эта еретическая секта не признает Троицу, божественную природу Христа и церковную иерархию. Митрополит просит у нас помощи, так как иначе у него не хватит сил и средств для искоренения ереси, которая распространилась и в верхах, и в низах. Но у нас нет причин ему не доверять. Однако эта секта имеет сторонников даже в столице. Можем ли мы позволить себе потерять лояльность этих мужчин и женщин? И настолько же ужасающая эта ересь, насколько ее описывает митрополит. Сжечь еретиков. Авторитет патриарха увеличится на 5. Область Ака на 10 лет будет действовать поддержка местной инквизиции. Местные беспорядки плюс 4. Содержание владений плюс 25%. Очевидно, митрополит ошибается. Авторитет патриарха уменьшится на 15. Ака. Ну окей, беспорядки у нас. Плюс 4 к беспорядкам здесь не страшно. Содержание владений мы тоже перерывем. Первая опция. Так, ускоряемся. Польский шпион пойман. Так, у нас есть свободный дипломат. Что я хотел с ним сделать? А, выбор претензий. А, выбор претензий. Я не вижу выборга в этом списке. То есть, это постоянная претензия. Хорошо. Любек согласен на союз. Кто еще согласен на союз? Интересно. Тоскана. Табская область. Если мы загрузим, договоримся с Любеком. Возможно, от них будет какая-то польза в Европе. Давайте попробуем. Смотрим, что из этого выйдет. Реорганизация армии. Генералы предлагают провести реформу сухопутных войск. Для повышения их боеспособности необходимо разработать новую тактику ведения боя. Закупить современное вооружение и создать более эффективную систему управления подразделениями. Вложить средства в развитие технологии. В военные очки плюс 50. Улучшить подготовку армии. Размер военных традиций плюс 20. Давайте перетворим в жизнь более амбициозную программу модернизации. Размер военных традиций увеличится на 35. Вот это хороший вариант. Непрофессионализм. Традиции. Насколько было? Что-то я, блин, спустил на момент. Хайнские сепаратисты. Скорбно нарушились кассу с Белли с мином. Окей. Минские сепаратисты. Ква-Ква принимают московскую культуру. К нашему удивлению, многие из членов алиутского племени решили принять наш язык обычаи и слились с колонией Ква-Ква. Они теперь считаются составной частью плавильного котла культур в Ква-Ква. Им понравится быть частью московской культуры. Численность населения в округе Ква-Ква увеличится на 100. Хорошо. Здесь уже 878. Здесь 660. Окей. Так, Шун, сколько у нас с тобой перемирия? 34-й год. Умер Мефодий Челюскин. Флотоводец. Кунзинские сепаратисты. Минские сепаратисты. Дипломатическая репутация. Это очень хорошо. Это мне прям нравится. Плюс 3 и третий ранг и всего 257. Отлично. Доход от пошлин. Демьян Чуйский. Бум. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, где мы-то. Демьян Чуйский плюс 1. Отлично. И тебя можно прокачать. Замечательно. Лазарь Москвитин. Внушает неподдельный страх любому, кто пытается заслать шпионов в нашу державу. Одного его присутствия достаточно, чтобы разрушить любую шпионскую сеть. Его усилия восхищают всю нашу страну. Административные очки плюс 50. На 6 лет обнаружение иностранных шпионов плюс 10%. Либо слава его деяльных ведет по всему миру. Престиж плюс 50 и обнаружение иностранных шпионов. Нет, мы возьмем административные очки. Национализировать. Все, теперь мы все национализируем уже. Порияние факторов. Зенитские сепаратисты. За вами уже идут. Сверхорасширением мы занимаемся. Касус Белли. Минские сепаратисты. Минские в смысле Мин, а не Минск. Окей. Военный союз от Нассау. Нет. Швеция. Сентябрь. Мои армии готовы будут к этому моменту? А где вторая армия? Верниты театр. Ах, меня это раздражает. Верниту Минский. Субтитры делал DimaTorzok Венгрия, Шотландия. Если в Вен на Венграх объявить войну, Испания тогда вмешается. А если объявить войну здесь, Венгрия, Шотландия все равно вмешаются. Венгрия, Шотландия все равно вмешаются. Венгрия, Шотландия вообще не о чем. Венгрия 25. Тоже не особо. Единственное, что эту армию надо тогда подкачать. Свободный дипломат. Иди по соседним странам. У меня еще есть военный лимит. Окей. Денег нет. А лимит есть. Растет спрос на товар янтарь. Наши усилия по наращиванию прибыли в области Западной Пруссии стали приносить плоды в провинции Данцик. Производители смогли значительно нарастить производство товаров и готовы выложить янтарь на новые рынки сбыта в столице. Базовое производство в округе Данцик увеличивается на 2. Великолепно. Так. Кто у меня стоит без дела? Так. Почему ты вот здесь застрял? Иди сюда. Ты стоишь здесь, чтобы атаковать выборг. Ок. Минские сепаратисты. Чагатайские сепаратисты. Обратили Самоги. Давайте Данцик обратим. Вы все соберитесь здесь. Отменить. Яркенские сепаратисты. Манчжурские сепаратисты. Угу. Ты ждешь Шунь. Ну что Ты ждешь Швецию Окей Союз, союз трех лик Нет Союз Монтуя Нет Обратили Хитао 76 Давайте Равенну обратим Религиозные расхождения Мы во многом считаемся защитником православия Наши религиозные учреждения сильны А священники пользуются уважением Здесь и за рубежом Однако нам несколько неловко от того, что крестьяне Не находятся в такой же гармонии с верой, как мы Нам постоянно поступают сведения Об религиозных отклонениях Например, канонизации собаки Или праздновании языческих праздников Которые подрывают основы нашей страны Пусть жалуются Коррупция увеличится на 0,5 На 10 лет религиозное отклонение Эффективность миссионеров Минус 1 Во всей стране Нет Патриархи потеряют 10 лояльности Заставить их отринуть старые пути Стабильность уменьшится на 1 Патриархи получат 10 лояльности Но минус 1 к эффективности миссионеров я тоже не хочу 219 Сузбелли с мамлюками потерян Казаки более не подвержены влиянию модификатора Дворянский произвол Представитель одной из наиболее влиятельных семей провинции Которую контролируют бояре Попросил сегодня аудиенции Умоляя, чтобы император сделал что-нибудь С системой отеческими Злоупотреблениями власти Против простого народа Как правитель России Иван Пятый Несет ответственность По защите своих потненных И отказ пошатнет авторитет центральной власти И в перспективе будет иметь негативные последствия Для развития провинции Однако бояре вряд ли воспримут С радостью новость о наказании Одного из наиболее влиятельных людей в своих рядах Притвориться, что ничего не было Базовая налога в Самаре уменьшится на 1 Бояре получат 15 лояльности Наказать землевладельца Бояре потеряют лояльность Пускай теряют Стекли сроки перемирия со Швецией Шотландии Окей Баку национальная провинция Аньские Так, во-первых Объявить войну Пока они не вступили в коалицию И позовем всех своих союзников Пускай помогают Да Да Так Ты прекратил Нуштру Окей Ты идешь на Выборг Ты Идешь на столицу Что еще? Кто? Ты Венгрия пока не вступила в войну Окей, сейчас вступит Сейчас таймер запустим И она вступит Ты прекратил Муштру Ты возобнови Муштру Ты пока Оставь Без муштры Так Здесь ничего Недоступно Вау Вот это Мастерская Венгрия так и не вступили в войну Шотландия вступила Венгры нет Шотландия, да Это супер Мега союзник Что-то я хотел А, айнские эти самые Восстаневшие Да Айны Мне надо сюда, что ли? Так Вы Выдели нам Пять человек Русский имперский Ред сквадрон Да Венгрия не вступила в эту войну Окей Ну, не то чтобы я был против Просто интересно На месте Муштрах А ты уже домуштровался Ты иди вперед А вот ты Можешь встать Применяйтесь местами Да Курбский Один Касаде Ты Два Касаде Окей Так Будет кровь Португалия против Шошона Окей Да, окей Джандар Претензии Окей Камиране Готовится на наступательную войну Против Рупин Проход войск Нет Шпоция Крым Проход войск Нет Так Провинции Это не считается Национальным достоянием Хорошо Венгрия не вступила Тогда ты можешь Заняться муштрой Династический брак Пландрия Нет Право прохода войск Нет Швеция Россия Армянские сепаратисты Каракаюнские сепаратисты Ты Вперед Право прохода Тюрингия Нет Грузинские сепаратисты Ирон Россия Так Верни Обратно Друзья Что-то я там пропустил Какое-то сообщение Выборг взяли Хорошо Ты можешь Идти В столицу Генерала Не потеряли Нет Вроде не вижу Проход войск Нет Под белым флагом Они идут Надо за ними Бежать Дожди Дожди Приносят Плодородие В области Тимур Сезонные дожди Принесли Процветание В области Тимур Поскольку Выпало Идеальное Количество Осадков Не слишком Мало И не слишком Много Сельское Хозяйственное Подъем Народ Счастлив А богатство Обрело Области Выросло На 5 лет Доход От налогов Провинции Плюс 20% Замечательно Купировано Сюда Сюда Куда Ты там Собрался Куда Ты Убегаешь Есть Стэк Вайп Очень Хорошо Очень Хорошо Проход Войск Нет Мы Взяли Здесь Серьезно Это Быстрее Чем Так Окей Данин Готовится Начать Войну Против Швеции Ну Удачи Генерал Николай Курбский Более Не служит Нам Смерть Наступила От Старости Иосиф Басманов В принципе Хорошо Артиллерии Бо Побольше А так Хорошо Так Здесь Да Вроде Как У Шведов Больше Нет Армии Две Два Полка Это Фигня Была Оккупирована Бургундия Была Оккупирована Россия Интересно Сюда Я могу Дойти Нет Так Шотландию Мы пока Добраться Не можем Колонии Может у них Пытаться Забрать Не знаю Что у них Кстати У колонии Есть войска 7 5 7 То есть Нет Первый Здесь И Где в Стокгольм Обратили Обратили Данцик Очень Очень Хорошо Все Обратили Здесь Торговая Компания Потому Здесь Мы Ничего Не сможем Обратить 22 22 Месяца 17 19 17 Знаете Вот У нас Бориса Глеб Правопрохода Нет Строить Что-то Тургай Отлично По-моему Все цели Я раздал Сюда Идут Сюда Идут Стокгольм Династический Брак От Франции Встрет Твой соперник Разгневанные отношения Хочет Мои Мои Земли Земли Моих Субъектов Баня Сиена Австрия Тоскана Салутса Я просто думаю о том Что нам Является Вольным городом Минус 3 К стабильности Нам бы Объявить Кому-нибудь Войну Чтобы О Вот это Мне нравится Австрия Сиена Тоскане Объявить Можно войну Тогда Австрия Встанет На их защиту Австрию Надо обрезать Что-то они Очень много Себе земель Забрали Так Это у нас Тоскана Создать Шпионскую Сеть Окей Династический Династический Брак С Францией Потом Можно заключить Союз Защитить Их от Британцев Чтобы Британцы Их Совсем Не съели Чтобы Они Не смогли Слишком Усилиться Окей Теперь Царица Царица Аделаида 251 В принципе Нормально Право прохода Войск Нет Проход Войск Нет Даня Объявила Войну Швеции Ну Пускай Объявила И Объявила Мы Уже Все Оккупировали Большую Часть Преимущество Скутаги А пока Наши Разорены Так Ну Мы Это Недавно Было У нас Событие Майндс Плюс 25 Отношения Хорошо Сада Завершена Так Что нам Нужно Для Нашего Задания Все Кроме Выборга Так Это Мне Нужно Для Контроля Торговли И Вот Это Сколько я помню Вот эти Более Выгодные Провинции И Более Развитые 11 4 11 23 Полунский Медный Рудник Местное Производство Местная Стоимость Строительства Местный Срок Строительства 5 3 Без Выборга Но мы можем Оставить им Выборг Чтобы у нас Остался Наш Кассус Белли Давайте еще Остальное Законтролим И тогда Счет Немножко Подрастет Чтобы мы С них денег Побольше Смогли Взять Пропуски В засечной Черте На протяжении Столетий Татары Совершали Набеги На наши Поселения Что в итоге Привело К строительству Оборонительной Линии Вдоль Границы Со степью Засечная Черта Это система Крепостей И гарнизонов Предназначенных Для того Чтобы останавливать Любые степные Набеги Однако Как только В этой системе Обнаружится Брешь Вся засека Станет Бесполезной Татарская Орда Проникла Сквозь нашу Оборону И опустошила Безоружную Провинцию Кустанай Мы заставим Татар заплатить Получаем Пограничный Конфликт Против Чагатая На 5 лет Опустошение В Ишиме Выличится На 15 На 10 лет Татарские Набеги Доход от налогов Провинции Ишим Минус 15% Так 70 Сверх Расширение Окей Есть Перемирие С венграми Закончилось У нас С венграми Было Более Долгое Перемирие Чем Со Шведами Интересно Эмоциональное Достание Мы еще не все Закрызавшили О, теперь все Окей Оккупировали Здесь Ты можешь 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 Отправиться Кто будет Следующей Нашей целью Об этом Я подумаю Между Эпизодами На сегодня Все Продолжение В следующий Раз Продолжение следует